Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», тема «Война», вопрос 1568. «Повсеместно в оправданиях своих грехов и нарушения появления Христа». Матфея 26 глава, 52 стих. «Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Откровение 13, 10. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом». Здесь терпение и вера святых. Православные патриоты приводят слова. Римлянам 13, 1. «Всяка душа добует покорно высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». «Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. «Если же желаешь зло, если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, а мститель в наказание делающему злое». «О какой власти идет речь, которая соответствует своей природе, как Божье установление, или когда меч начальника направлен против добра и в защиту зла? И ведь пытаются, горячаясь и кипя, говорить, «Видишь, видишь, про меч сказано, вооружаться надо, власти слушаться, коли воевать пошлет, жену и детей защищать, а чечество?» Должна ли церковь в таком случае и верующая к словам Христа приложить все усилия, дабы остановить меч в беззаконе и каким способом? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин «Когда апостол Павел писал это, то на земле не было ни одного верующего царя, но апостолы уже тогда призывали чтить царей, молиться за них». 1 Петра 2, 17 «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». 1 Тимофею 2, 1, 2 стих «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Но этим же правителям был дан барьер, за который они не могли переходить. Деяние 4, 19 «Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» 1 Коринфянам 10, 15 стих «А я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю». Про меч сказано, «Ну где этот меч? Ясно, что у царствующих, но там нет ни одного верующего. Вот этого принципа и нужно придерживаться, а не засылать своих агентов в рясах в ряды этих служителей меча. И тогда будет легче бороться против проникновения агентов с мечом в рядах попов». Ни одной буковки нет в Новом Завете, чтобы христиане искали меч для защиты жен и детей, как будто вдруг во всем мире прекратились войны и агрессии. На самом деле случилось нечто, что с сегодняшним патриотом еще неизвестно. Христос взял под свою защиту своих верных служителей, и отныне они делаются патриотами небесного отечества, о котором подробно разъясняет апостол Павел. Эфесянам 3, 15 «От которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Евреям 11, 15 «И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». Выходит, что и в Ветхом Завете были все же патриоты небесного отечества. Так что же, еще и до уровня этих патриотов сегодняшние не доросли. Ни одного слова нет в Новом Завете, чтобы христиане начали вступать в армии своих государств и стали бы выполнять функции силовых структур, выполнять приказы безбожных правителей. Это абсурд. Возникнет потом, когда дьявольская симфония объединения несоединимого, небесного и земного. Эта кухня заработает от равноапостольных императоров на пользу сатане, земному его царству. И поощрять будут не добро, мирность, не брать оружие в руки, а будут поощрять и награждать убийство на войне, считая его и законным, и похвальным по образу Ветхого Завета, о чем известно было и Афанасии. Верующие могут остановить это безумие и сумасшествие церковных и мирских кровожадных властей своей мирной молитвой и не участвовать в этих делах дьявола, челокоубийцы и лжеца, и всячески обличать этих служителей мрака в рясах, которые несут даже должность по связям с силовыми структурами и казачеством безбожным.